Привет зрители! А Mono C5 сегодня с нами полноприводная версия И эта история, все видео будет посвящено У нас в стране, в России, где преимущественно Большая часть страны погружаются в суровую зиму Данный тип привода необходим И мы будем про это знать, предлагают версию Как моноприводный, для теплых Например Астраханских берегов, допустим Да, хотя там песочные дюны Там тоже нужен полный привод Вот куда ни посмотри, везде полный привод нужен Везде Хочешь сэкономить, ну бери монопривод А правильный выбор Это полный привод АВД, что называется Ударили морозы, зима в этом году Невероятная Раньше какие-то части недели можно было взять На сухие и разогнать автомобиль Но опять же, монопривод не позволяет это сделать А полный? Ну полный посмотрите видеоразгон Соответственно, все Друзья, с полным приводом становится интереснее И привлекательнее Кстати, интересно то, что у МОДО Например, есть Аж расчетверенный Да, правда бутафорский Выхлоп Это всего лишь заглушки При этом реальный С двух сторон Что интересно Видите, с одной стороны у нас здесь Дыхание мотора И с другой тоже соответственно Давайте заглянем Под брюшкой О, да, глушитель Выведенный И вот там вот Полноприводная система Просматривается полностью Все Здесь для того, чтобы Можно было зиму, что называется Испытать Ну давайте вспомним Потому что само это и знакомо Показывало вам И удивительно Но типоразмер автомобиля Оптимальный, на мой взгляд Немного и немало То, что надо Поэтому популярность Именно C5 очевидно Кстати, да Розеточку здесь нам предлагают Вот она, да Чтобы было видно Правда Внутри Всего лишь Единый Плафон Единственный И без LED Давайте посмотрим Что у нас здесь Под Соответственно А здесь Полноценная запаска А? Ну и дела И Comfort GT F50 Advanced Тех Да? Да Ну а здесь мы видим Дополнительные вкладыши Для того, чтобы можно было Что-то Разместить Продумано Ну а то, да При этом, кстати Конструкция образует Ровный пол Пускай нет Таких дополнительных ниш Вот, не замерзайка Весело летает Но Зато полноценная У нас запасочка Поменял И дальше Погнал А зачем я, кстати, достал ее? А для того, чтобы Залить Соответственно Потому что Приходилось Активно Пользоваться Соответственно Да? Дверь жатка Материзирована Надо сильно Нажать на кнопочку Сильно Да? Не хочет Замерзл Замерзл, друзья Помыл машину Помыл машину Естественно Не всегда После этого С мороза Все будет Доступно Для вас Итак Открываем мы Гободное пространство Все это мы делаем И давайте посмотрим Что у нас Здесь Внутри Хоп Хоп Ни разу я не лазил На пространство За две недели Две с лишней недели Ездил Туда-сюда И Пожалуйста На газовых упорах Мотор Двигатель тоже знаком Кстати Вспоминаем У Мода что есть Седан И Си-5 Соответственно Седан Почему-то скажет Да ладно Там две модели Седан обычный Си-5 С-5 Давайте не путать И Соответственно GT версия этого седана С Умодой Кстати Можно было тоже Две машины сделать Си-5 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 А может быть Кстати АВД Считайте Можно выделить Там же совершенно разные Технические установки У простых версий Это вариаторы И они кстати Разделяют седаном Что Си-5 Что С-5 Совершенно по технике По моторам По трансмиссиям Одинаковые Но Здесь может быть Полный привод А к сожалению У седана Не может Увы Но двигатель К трансмиссии Одинаковые Преселектив В случае Топовых версий И соответственно Вариатор Для тех Кто попроще Окей Окей Мотор почти По 300 момента Дает Правда в Китае Стоит 7 сил Может быть У нас только 150 Для того Чтобы вы Меньше платили Думают Думают Во моде Да Да и марку сделали Специально Опять же Специальное Подразделение Идеологии Автомобиль Гаджет Что называется Все замерзло Ой Как же я буду Открывать Да Задубело Задубело Давайте Зальем Посмотрим Как Огромный О Еще Что то есть Господи Господи Сложнее Залить В банк Соответственно Так Хоп Льем Кстати Индикатор Есть Индикатор Есть О том Что Соответственно Омывающий Кончается Ну и обратно Закрываем Утапливаем И обратно Широкий Удобный Весно Элемент Хоп Готово Здорово Ну а то Ну а то Закрываем Удалось Удалось Кстати Видите Даже Никуда Не пролил Расположение Соответствующее Вообще Надо Тракут Сделать Всегда Подливать И реально Потому что Это единственное Что нужно Современному Человеку Под капотом Все остальное Сделают Сервисмены Потому что Официальная Поддержка Автомобиль Полностью Для того Чтобы Эксплуатация Труда Не вызывала Полностью Поддерживается У нас Официально Официально Еще раз Попробуем О Видите Уже Чуть-чуть И Что называется Стало Работать Машина Греется Поэтому Я оставил Ее включенной Потому что На ночь Намыл Чтобы красиво Было Смотрите Какая Аэрография Огонь Просто Зачет Поэтому Естественно Зимняя эксплуатация Зимняя эксплуатация Она Сурова Сурова Дать поверим Как у нас тут Дела С складыванием Вот так вот Сам за собой Сложил И да Вот он Ровный пол Рад здесь Некоторая щель Да Без каких-либо Закрывашек Что-то еще Учитываем это Зато Две трети Удобно Есть Подлокотничек Можно Разместиться Опять же Сам за собой Хлоп Да Место За Такими Спортсидениями Не так много Сам за собой Сажусь И Распираюсь Вроде бы да Размер Оптимальный Сказал А Сзади Не Забалуешь Соответственно Выточки Для Голов Тут есть Сижу кстати В этом В капюшоне Сам за собой Мне Вполне нормально Ну разве что Поколение Место было бы Больше И то супер Что здесь Подогрев у нас Здесь виден И USB Разъем Ну по крайней мере Развучил И раздельный Не то что как у некоторых Да Выдув Для того чтобы Можно было Получить тепло Отсюда Приятно Изливается Это Хорошо К зиме машина готова Кстати получается Максимально И оптимально Потому что Тут есть подогрев Всего и вся Вот раньше Да Как у нас Китайский автомобиль Ну китайский Раньше было Странно Да А теперь Китай Это супер лидер Который предлагает То что Отечественное производитель Просто не может И все оттуда везет Поэтому китайское Это лучшее друзья Что бы вы там не говорили Но Обычно в китайских Километиях И нету подогревов Вообще В принципе Потому что там тепло Там где люди живут Да Уважаемые в Китае Там тепло Но В омоде что называется Все для вас Здесь у нас Полный Полный Пакет Подогревов Всего и вся И лобовое стекло И руль Вот видите Он да Приятно подогревается Отдельной кнопкой И Подогрев сидений Все здесь есть Для того чтобы человек Чувствовал себя Идеально Да Оп Вот он этот климат С массой С массой всего Даже вентиляция Присутствует Но это как раз Китайская тема Соответственно Подогрев И все Для этого есть Причем климат Что интересно Он дозонный Ого думаю Ничего себе А то Вот так вот Так что Имейте ввиду Кнопки правда Сенсорные И Причина их появления Проста Можно массу Массу их Развивать Можно вообще Прям целиком Продлить до упора И сказать Все четко То есть Сенсор позволяет Ну во первых Круто да Сенсор А во вторых Позволяет Где угодно Их размещать Перекомпоновывая Как хочешь Добавлять Выбавлять Всего лишь нарисовал Значение И все И готово Вот в этом Сенсорные кнопки Удобны Правда Крутилочка Громкости присутствует И сейчас мы Займемся звуком Безусловно Вот он уже пошел Да Как сразу поняла С тема Вот за это Отдельный зачет Очень удобно Продолжение следует... Продолжение следует... про звук хочется сказать отдельно звук отличает то что у нас здесь sony видно sony twitter а соответственно и звук с одной стороны на низких уровнях совершенно пресно невзрачный выразительный как там эквалайзер не крути все равно получается да то есть как-то вот безжизненно но такой high-end подход на самом деле когда снизу ну как-то никак увеличиваешь громкости но при этом уровень звука растет а искажение не появляется то есть потрясающе прям тяготеет максимально уровнем громкости и слушать именно на них надо чтобы машина раскрывала за счет по морозу жестковато звучит но действительно вот sony казалось бы до физически относятся к брендам звуковым электронным автомобилях но работает звук как надо то есть а мода по-китайски звучит прям о удивительно удивительно уж доме я думаю ждем все больше и больше вот брендов взаимодействовать но пока на звук зачет без искажений удивительно хорошо качает реально за звук ставим большой большой лайк и это прекрасно далее ну что далее далее в принципе да здесь все отличие у нас от осенняя мода в том что двигатель другой трансмиссия рука полный привод да мы конечно перед поездочкой мы отключим из потому что мы зимой друзья а зимой кайфово зимой кайфово полный привод для того и нужно для того чтобы максимально контролировать движение посмотрим причем даже csp включенные чуть позже активируем машин идет как надо далее вспомним что здесь у нас есть с дополнительным подогревом охлаждением достаточно объемный подлокотник есть у нас где надо расположены и если что можно было мягким нам сделать и такие пластиковые да здесь просьба для того чтобы бутылка более плавно входило можно было как-то облагородить но это такие следы так и оптимизации единство что можно сказать в остальном на здесь большой лоток удобности прорезинены в отличие от по подстаканник как раз до который прям ну просто просто пластик да и слышно а здесь делаешь на равный звук вот а так юж б тайп си юсб обычный здесь у нас как нужно для того чтобы расположить телефон вам подставка не нужно вообще потому что угол он и не улетает телефон и все видно это хорошо карплей беспроводной присутствует android auto присутствует правда отмечу да вот с carplay как всегда я например использую чисто через bluetooth потому что мой телефон например не самый стабильный с точки зрения беспроводного карплея соответственно учитывать это утяжелители у ремней для того чтобы ощущать удобно комфортно и крайне большой крайне пухлый руль очень здорово лежащий в руках вот это да и настоящие кнопки что тоже крайне приятно джойстик в драйв и поехали режима режима что удивительно кстати оффроуд оффроуд вам пригодится реально он позволяет более уверенно двигаться в заснеженных условиях на парковке и не просто бутафория реально работающий я же езжу века ну идеально на самом деле подходит эко для автомобиля что плавность залог движения казалось бы при селектив до коробки ранее не радующие плавной работы но в данном случае работает как нужно как необходимо и гармонично именно в режиме века можно сделать на уфроуд я не меняю педаль газа до движения уровнем сразу об сразу об машина прибавляет ход до педали электронная и позволяет в разные настройки при разных уровнях нажатия даже при одном машина будет вести себя по-разному в разных режимах ну чё педаль в пол поехать полный привод друзья на вот это полный привод это то что надо да потому что позволяет вам что сделать позволяет вам двигаться таких вот сложных до условиях на миксте опять же как это необходимо машина срабатывает abs и пожалуйста ровно машина идет до полный привод жаль что нельзя сделать моно к сожалению был был бы интереснее в моно варианте чтоб сравнить и вы вновь и вновь ощутили какая катастрофическая разница между поведением разных типов приводов это действительно необходимо это действительно нужно в оффроуде максимально выкручивает двигатель то есть действительно совершенно разный режим работа и потому что надо будет попробовать выехать да и проверить еще раз посмотрим в оффроуд режиме давайте проверять в 6 500 он а год супер оффроуд да попробуем режимы ака интересно интересно нас много режимов масса вариантов попробую сейчас видите в оффроуде умышленно выкручивается первое максимально расход расход давайте поговорим расход это отдельная история почему-то текущая поездка по-прежнему очень сильно за не жается причем расход может прям крайне сильно отличаться прям действительно на треть вот сейчас да вот у меня получилось за мои сколько там камер тысяч не добил 820 городские километры не выезжал на трассу никуда вот здесь получается у нас достаточно большой перепад хотя сейчас газу и должен быть расход под 17 18 на месте стояло молотил вывод какой на стоянке расход в красочной поездке не учитывается да не знаю почему а типа стоит видим видим специально именно поездкой поездка это есть если стоишь то не учитывается параметр ладно ничего страшного как говорится кто на этот вооружен хотите узнать реальный расход сбрасывайте долговременно едем дальше так будем режим поставить спорт спорта сразу спорт сразу по оборотам растет ух хорошо жаль что не стоять семь сил жаль что я девяносто и стоять семь сил было бы здорово было бы здорово было бы интересно того чтобы действительно весь драйв и сделать бы о модусе 5 gt соответственно да есть с 5 сложно по сути название си с 1 даже по сути буквы туда часто с долларом сложно понять русская странные с си паштая путаница вот и версия жить и на просится а тем больше 7 сил там да под акции все равно повышенный не выпадаешь что что свыше 200 до плана честно говоря хотел бы на другой страны для пущей надежности на 150 сил то что нужно для 116 в нынешних историях 150 сил этот умеренности форсировки на самом деле вот своем силу туда тоже серьезно так сейчас проехали яму и плавность хода ключевых значений я бы еще есть честно еще бы по побольше дал бы колесам резины и еще бы смягчил то что совершенно автомобиль притит ему это резкость это активность плавное спокойное движение то что нужно позволяет уверенно легко двигаться на пути думаю более уверенно пройдем по лежакам так что здесь действительно все рассчитано правда на высоких скоростях да возможно появление так и раскачки ну что называется за планы схода придется заплатить дополнительными колебаниями назовем это так но в целом в городских условиях опять же все как нужно и даже по вот этим бой раком кем-то слезшему близ ближе к весне асфальту проехал я что надо мне очень полноприводная машина зашла я считаю что именно 5 рассматривать полноприводную версию берите то что надо и что интересно кстати раньше я не обращал внимание здесь двойные стекла то есть двойное стекление морить да вот и вот это да вот это да так что есть позитивные момента едем дальше по тормозам никаких вопросов работают как надо работа как надо даже лишних софта не скажешь на давать обгон мощности для 150 сил более чем достаточно тоже момент есть момент есть и конечно хотелось бы увидеть жить и вариант безусловно я явно справится все явно все справится с таким мотором не будет того что излишне мощно излишне мощно этого не случится то что полный привод позволяет реализовать реализовать тягу сделать так чтобы ехать было удобно и достойно нет никого можно объехать немножко поминжевались и обогнали уек как раз он должен сейчас обогрев позволяющий позволяющий оттаять эту грязь и помчаться в обратную сторону звучание двигателя сдержанно без каких-то ярких ноток не был турбина оно было бы надсадным а без туру соответственно с турбиной да с турбиной особых восторгов не вызывает сиденье ответить на звук увидеть как умею как она умеет ничоси дольф пол вот я выйду в нормальный режим чтобы чтобы было по побыстрее скажем тогда вот так хочешь еще быстрее есть спорт ну спорт дает резкость но опять же да слияние с автомобилем ждать не следует то есть все этот состояние несколько спорте искусственное да я бы сказал что более естественно движение плавное округлое смягченное чет резкие отвлеки на газ но обороты эти выше становятся и естественно меньше перебирать передач да и да намного активнее но расход будет расти конечно ну как но полный привод тоже кстати она работа перестраивает становится более активен при него вот читал в комментариях показывал как ездил супер снилопад он был лукойн там день назад и никаких особенностей работы полного привода связано с перегревами данные за отключением чем-то еще не было выявлено то есть все работало как нужно в обычных условиях не бросая там машину в поле в какой-то да там то есть в обычных условиях заснеженных условиях на парков где-то еще выезжает едет стартует как необходимо то есть без вопросов и да можно есть ученые сп на на во всем диапазоне во всем диапазоне соответственно отключен что хорошо что хорошо и позволяет вам получить больше управления автомобилем благо благо все стабильно и благо все понятно поэтому полный привод не идеален до того что ощущается этого подключения при привороте колес ну чувствую что есть тут разница такой разнотяг некоторые когда можно было в плавнее в работу пускать но при этом никак это не мешает машинку то не управляемостью давай жай втыкает смартфон они на никаких вот этих вот явлений которые ожидаешь в комментариях которые пишут цвета тут дом из логатик не ездил но уже там считает одно третье десятое зачем зачем в минус минус 16 зачем поливать в мороз дотирает зачем поливать в мороз я не понимаю прям просто не понимаю все честно все это потом оседает замерзает зато чисто тут скажет в других городах не чистит а здесь вот залили дрянь и химию дыши потом выбирает онкологию что убывается вот так вот хорящий звонок какие-то да что такое но отметить нет не надо отвечать с но вот переберем вот так летом летом надо будет еще раз взять полноприводный вариант можешь поин съездить проселочек добиться до супер жестких условий что посмотри как она но в зимних вариантах без вопросов до езжай наслаждайся драйвом вперед даже в экорежим даже в экорежиме все получается на ура так что до летнего теста black эдишн возьму покажу проверю съезжу по трассе да здесь зимний тест зимний тест я сейчас активно не форсирую до делаю скажем так мини минимизирована минимизирована пожалуйста можно убедиться в работе камера 360 четко видно с направляющими как в общем надо и буду с вами прощаться как всегда изучили автомобиля полный привод друзья мастбай должны купить перевожу данных звучит на китайском выбирать полноприводные автомобили умеют уже китайцы их делать ездить можно четко быстро уверен и вперед за обращаясь пока друзья и весь режим даже и сп проехал молодец дачу пока ну а еще еще если остались вопросы пишите рассказываете смотрите обзор осенний там тоже посмотрел моноприводную версию все для вас все версии в разных самых условиях как всегда реальная езда реальные возможности пока пока